Как пробудить у детей интерес к обучению? И что сделать для улучшения образования в целом? На эти и многие другие актуальные вопросы отвечали участники конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2021» в один из конкурсных дней. Напомним, что лучшие учителя Муромских школ и самые креативные педагоги дошкольного образования проводят в эти дни открытые учебные и внеурочные занятия, классные часы и родительские собрания. За ходом событий наблюдала наша съемочная группа. Елена Сорокина 4 года обучает английскому языку учеников 6-й гимназии. Молодой педагог с современным взглядом на преподавание иностранного языка нацелена вывести его на новый уровень. Аутентичные материалы – это книги, учебники, которые мне присылают из-за рубежа. Также я использую аутентичные подкасты, файлы с записью речи в носительном языке, созданные специально для моих учеников. Учиться нужно всегда, и именно поэтому я всегда стараюсь повышать свою профессиональную компетенцию. В этом году я поступила в онлайн-школу в Кембридже и стараюсь, естественно, сотрудничать с зарубежными коллегами. Интерес к конкурсу растет год от года. Приятно отметить, что наряду с опытными педагогами в профессиональном аресталище принимают участие молодые учителя, новаторы, применяющие в своей работе инновационные смелые идеи. Демонстрирует нам и профессиональное мастерство, и глубину к изучаемому материалу, и возможность увидеть каждого ребенка на уроке и проявить вот этот дифференцированный подход. Очень понравились и особенно нас вдохновили проведение классных часов. И отрадно то, что темы, которые поднимают наши педагоги, общаясь с детьми, это темы, которые связаны с жизнью, связаны с современностью. Год от года все более интересным становится и профессиональный состав жюри. Игорь Раскатов преподает в седьмой школе географию, астрономию и технологию. Три года назад он был участником конкурса профмастерства. Теперь в числе тех, кто дает оценку педагогическому творчеству своих коллег. Атмосфера очень доброжелательная, участники достаточно креативные, представили массу творческих идей. Мне, как человеку любознательному, очень приятно было видеть огонек в глазах участников. Настолько разноплановое творчество, все участники были методически подготовлены. Изюминкой конкурса стало и участие в нем старшеклассников. Они дают самую объективную оценку работы учителей со стороны детской аудитории. Наиболее интересным для меня показался классный час, на котором проводился педагогический театр, где классный руководитель давал сценарий, по которому ученики разыгрывали разные конфликты и находили для них простые решения. Подведение итогов конкурса состоится 4 марта. Лучших учителей и работников детских садов округа Муром традиционно выберут по трём номинациям. На сцене центра внешкольной работы будут озвучены имена учителя года, самого классного классного и воспитателя года. Пожелаем всем участникам удачи. Елена Петрова, Александр Симонов. Наши новости.